Давайте посмотрим, что говорили святые в разные века о будущем православной церкви. Святой Иоанн Златоуст в 4 веке пророчествовал. Большая часть священников погибает. Святой Нифон Цареградский в 15 век пророчествовал о том, что священство последних веков в церкви будет в нравственном падении через две страсти – тщеславие и чревоугодие. Преподобный Нил Мироточивый в 16 век сей плод, антихрист, родится на свет тогда, когда обнищает мир добродетелями. Также и церковь почти обнищает отглавенство духовных властей. Преподобный Серафим Саровский, 18 век, три дня и три ночи молился Богу о священниках. Господь ответил, не помилуй их, ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Святой Феофан Затворник, 19 век, пройдет одно, над силой два поколения, и православие исчезнет. Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, 20 век. Господь преимущественно назирает за поведением архиереев и священников, за их деятельностью просветительную, священно-деятельную, пастырскую. Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности своим пастам многих иерархов и вообще священнического чина. Иеромонах Нектарий, старец Оптинский, 20 век. Старцу задают вопрос. Все говорят, что все признаки Второго Пришествия исполнились. А он в ответ, нет, не все. Но, конечно, даже простому взору видно, что многое исполнилось, а духовному открыто. Раньше церковь была обширным кругом во весь горизонт, а теперь он как колечко. Видишь ли, как колечко. А в последние дни перед Пришествием Христовым она вся сохранится в таком виде. Один православный епископ, один православный иерей и один православный мирянин. Я тебе не говорю, что церкви совсем не будет. Может быть, она и будет, но православие-то сохранится только в таком виде. Ты обрати внимание на эти слова. Ты пойми. Ведь это во всем мире. Один православный епископ, один православный иерей и один православный мирянин. Пророчество преподобного Лаврентия Черниговского. Средина 20 века. Как раз те времена, когда храмы России находились в полной разрухе и упадке. Незадолго до воцарения Антихриста закрытые храмы будут ремонтировать. Оборудовать не только снаружи, но и внутри. Будут золотить купола, как храмов, так и колоколин. А когда закончат главное, то наступит время воцарения Антихриста. Молитесь, чтобы Господь подал нам время для укрепления. Страшное ожидает нас время. Ремонты храмов будут продолжаться до самого коронования Антихриста. И у нас благоверие будет небывалое, говорил старец Лаврентий Черниговский. «Видите, как все это коварно готовится», – продолжался слезами батюшка. «Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. Выходить те храмы нельзя будет, так как там не будет приноситься бескромная жертва Иисуса Христа. Поймите, церкви-то будут, но православному христианину нельзя будет их посещать, так как там будет все сатанинское сборище». Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Субтитры создавал DimaTorzok